Музыка Наш центральный хурул, золотой обитель Будда Шакьямуни, это действительно уникальное место. Можно сказать, аналога в мире не существует, потому что у нас действительно сама архитектура нашего храма и потом статуи 17 пандитов, которые окружают наш храм. Как вы знаете, что именно все 17 пандитов выполнены в виде статуи, собранной в одном месте вокруг храма. Это лично я не знаю, где еще в мире есть подобный буддийский храм. Может быть где-то есть, но нам неизвестно. И эта идея была, его стихся Далай-ламы, чтобы мы у себя разместили именно статуи великих пандитов. Напомню, что это 17 статуи великих пандитов, благодаря которым мы можем сейчас постигать буддийское учение более глубже, более подробнее для нас. То есть они смогли учение Будды объяснить людям таким образом, всю глубину его и широту учения, чтобы стало понятно большинству людей. Поэтому действительно они внесли огромный вклад в развитие буддизма на нашей земле в наше время. И поэтому они почитаются практически всеми школами буддизма Махаяны. И у нас они выполнены в виде статуи. И сам Далай-лама не раз говорил, что хочет приехать в Калмыкию, именно в паломничество в Калмыкию, чтобы посетить наш Хурул, увидеть эти статуи 17 пандитов. Ну, кроме того, еще наш храм, конечно, тоже стало уже сразу же после окончания строительства, это стало уже лицо Калмыкии. Это символ Калмыкии, это всегда, когда, если мы когда говорим про Париж, у людей в первую очередь всплывает Эфелева башня, или, допустим, Америка, статуя Свобода, то когда говоришь Калмыкия, у людей сразу всплывает центральный Хурул. Поэтому это действительно очень для нас большая ценность. И не только как материальная, как культурная ценность, а прежде всего как духовная ценность. Поэтому нам нужно, необходимо, мы обязаны содержать наш Хурул в хорошем состоянии. И поэтому сейчас мы начали реставрацию. Начали мы с реставрации статуй 17 пандитов, с реставрации ротонт, в которых они расположены. Сейчас приступим к реставрации больших молитвенных барабанов. И само здание, конечно, тоже так же у нас нуждается в ремонте. Этот вопрос уже давно назревал, что нужно уже приступить к реставрации всего этого. Но из-за отсутствия финансов мы это делать не смогли. И сейчас уже, когда уже, скажем так, уже совсем, уже эта необходимость, она уже стоит очень остро. Поэтому мы решили не ждать, когда у нас прибудут какие-то большие средства, а начать это дело. И по ходу дела все равно кто-то будет помогать, будут помогать разные организации, люди. И так оно и получилось. Мы начали с малого. И потихонечку подключаются к нам люди, подключаются организации. Была такая идея, мысль, чтобы хрул разделить на такие части. Допустим, у нас 17 ротонт с пандитами и разделить их между 17 какими-нибудь организациями, допустим, или какими-нибудь предпринимателями. И чтобы эти организации брали на себя, как бы, скажем так, шество над одной, допустим, ротондой пандита и помогали нам содержать его в хорошем состоянии. То есть раз в несколько лет проводить косметический ремонт, когда нужно капитальный ремонт. И таким образом, если мы разделим все наши хрул на такие части, и каждый, допустим, будь то предприниматель, допустим, один взял статуи. Вот у нас Центр гигиены и эпидемиологии, они взяли статую, одну ротонду. То есть сотрудники, у них там штат, в штате, по-моему, более 100 сотрудников, они просто сами решили, пришли к нам и говорят, мы возьмем одну ротонду на себя, и мы будем там какую-то часть раз в несколько лет складываться деньгами и помогают нам, значит, ее красить. И точно так же взяли другие, подключили в том числе некоторые бизнесмены из других городов даже, тоже буддисты, русские буддисты тоже взяли по одну-две статуи. И таким образом вот это наше дело, оно пошло. И действительно, мы очень благодарны всем людям, которые подключились к нам. Еще, конечно, остается у нас еще много работы, я думаю, еще у нас люди будут подключаться. И таким образом мы сможем содержать наш хурул, нашу главную святыню Калмыкии, лицо нашей Калмыкии в хорошем состоянии. Это прежде всего наш долг, долг нас как калмыков. Если мы, калмыки, не сможем свой главный хурул содержать в хорошем состоянии, то это, конечно, очень печально. Поэтому спасибо большое всем, кто откликнулся, всем, кто нам помогает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok